МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорожные пробки. Движение в районе Ефремовского моста было парализовано из-за ремонтных работ. В Армавире прекращена деятельность микрофинансовой организации. С подробностями Ирина Чупина. Бесплатные лекарства для армавирцев. Кто имеет на них право, расскажет Юлия Чернышева. Соревнования по настольному теннису собрали в Армавире несколько десятков спортсменов из разных городов Краснодарского края с места события Дианы Спивакова. Утро 31 октября для армавирских автомобилистов началось с пробки. Вереницы машин встали в заторе на улице Ефремова и Комсомольской. Эти магистрали автолюбители использовали для объездного пути, так как движение транспорта по четной стороне улицы Роза-Люксембург от Ефремова до Свердлова оказалось невозможным. Там начались ремонтные работы водопровода. Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства. На данный момент все необходимые дорожные знаки установлены. Движение нужно осуществлять строго по ним. Работы по замене аварийного участка систем водоснабжения будут проводиться с 31 октября по 2 ноября. Водителям предлагается объезжать этот участок от улицы Ефремова по улице Комсомольской с поворотом налево на улицу Карла Маркса. Поддержание санитарного порядка и качественное энергоснабжение. Эти вопросы среди остальных обсудил глава Армавира Андрей Харченко на очередном планерном совещании в мэрии. Помимо начальников отделов администрации, на встрече присутствовали представители коммунальных служб и правоохранительных органов. Жилищно-коммунальное хозяйство – одно из наиболее объемных и обсуждаемых направлений деятельности администрации. Ему уделяют внимание почти на каждом планерном совещании. В этот раз градоначальник напомнил коммунальным службам о необходимости своевременной опиловки деревьев, которые находятся в опасной близости к линиям электропередач. И так как эта работа требует обесточивания проводов, то ее необходимо провести как можно скорее. Поэтому требую, чтобы эти работы были закончены 1 декабря. Мне не волнует, сами вы это будете делать, кого-то нанимать будете. Сегодня доведены средства. Самое главное, никто не знает, сколько там еще раз у нас ветер поддует, а мы в осень заходим, у нас он постоянно дует. И еще раз ждать, чтобы где-то свет выключался, но это неправильно, неэффективно. Поэтому 1 декабря все должно быть закончено. Раскачивающиеся на ветру деревья не только опасны для электроснабжения, но также могут негативно сказаться на внешнем облике Армавира. Из-за утренних заморозков листья легко отрываются от веток и сваливаются в неприглядные кучи на земле. Поэтому Андрей Харченко призвал коммунальные службы учреждения города усилить работы по наведению порядка. Поэтому я просил и коммунальные предприятия, и озеленитель активизировать работы по скверам, паркам. Во-первых, очень много присаживайтесь, веток палок нападало, но и очень много листвы, которые нужно убирать. То же самое по предприятию Армавир Гуртранс, в целом по управлению ЖКХ, но и в целом без напоминания, каждая пятница в субботник по уборке листвы. Также на повестке дня стояли отчеты отдела по обращению граждан и финансового управления о проведенной работе в этом году. Затем собравшиеся обсудили ряд внутренних вопросов. Марина Бартиниева, Дмитрий Живетьев, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Прокуратура Армавира запрещена деятельность микрофинансовой организации по предоставлению потребительских займов. Гражданин, оказывающий данные услуги, не имел соответствующего разрешения Центрального банка России. Ирина Чупина с подробностями. В ходе проверки организаций, осуществляющих в городе деятельность по предоставлению потребительских займов, прокуратурой Армавира были выявлены нарушения. Индивидуальный предприниматель из Кияев осуществлял деятельность по предоставлению потребительских кредитов. Вышли, проверили и установили, что он не имел разрешения Центробанка, при том, что Центральный банк по отношению к таким организациям является контролирующей организацией, ведет их реестр и выдает соответствующее разрешение. По нашей инициативе индивидуальный предприниматель приучен к административной ответственности. По статье 14.56 Кодекса об административных правонарушениях ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в суд было направлено заявление о запрете оказывать услуги по предоставлению займов населению. Таким образом, деятельность индивидуального предпринимателя была запрещена. Однако, на данное решение была подана апелляция. Предприниматель не согласился, обжаловав Краевой суд. Вместе с тем, определением апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда, решение суда оставлено в силе и деятельность предпринимателя признана незаконной. Ирина Чупина, Александр Жирелеев, служба новостей Армавира. Военнослужащие, онкологические больные, страдающие туберкулезом, астмой, ВИЧ-инфекцией, дистрофией, диабетом. Всех этих людей объединяет общее право на получение бесплатных лекарств. Медикаменты из льготного перечня назначаются лечащим врачом. Тему продолжит наш следующий материал. Для федеральных льготников и отдельной категории граждан в Армавире предусмотрена медикаментозная поддержка. Больные с диагнозами ДЦП, ВИЧ, онкология, заболевания крови, астма, ревматизм, диабет, а также граждане, проходящие период восстановления после инфаркта миокарда, должны получать бесплатные лекарства из так называемого списка здоровья. Одноименная федеральная программа – важная мера социальной защиты. Медикаменты из льготного перечня назначаются лечащим врачом, но не все Армавирцы, попадающие под требования спецпрограммы, пользуются ее благами. Тем не менее, сегодня в городе сотни человек получают бесплатные микстуры и пилюли по рецепту в аптеке номер 27, говорят врачи. Бесплатное лекарственное обеспечение у нас имеют люди, которые имеют группу инвалидности, они являются федеральными льготниками, то есть это первая, вторая, третья группы инвалидности. И также территориальные льготники согласно постановлению правительства 890-го от 30 июля 1994 года. Туда к терапевтической группе относятся следующие категории. Это заболевания онкологические, потом ВИЧ, СПИД, бронхиальная астма, сахарный диабет, шизофрения, эпилепсия, также заболевания после перенесения антарта миокарда в течение 6 месяцев и после операции на сердце. Ревматизм и ревматоидный артрит. Специалисты подчеркивают, информировать пациента о возможности получения льготных медикаментов обязан лечащий врач. Кстати, бесплатные лекарства выписываются ровно на один курс приема, но не более чем на один месяц. Получить субсидированный рецепт на срок до трех месяцев могут лишь инвалиды первой группы, а также дети до трех лет. Юлия Чернышова, Станислав Чинский, служба новостей Эрмавира. Ангелина Семенченко из Новокубанска нуждается в операции. История девочки, которая мечтает ходить в следующем сюжете. Это Ангелина. Ей 10 лет. Она очень любит учиться, читать стихи и играть с животными. Ангелина общительный и добрый ребенок. Вот только дружить ей сейчас практически не с кем, так как все время она проводит дома. Рисуем, пишем, читаем, вышиваем, телек смотрим. Мы занимаемся каждый день. И мама со мной занимается, и учителя. У меня есть русский, математика, читение, английский. Я учусь, но друзей у меня нет. У Ангелины ДЦП, спастическая диплегия. Ребенок не может ходить. Плюс ко всему ее мучают головные боли. Воспитывает девочку ее мама Наталья. Она все время посвящает дочери. Несмотря на прогнозы врачей, в их маленькой семье никогда не сдавались. И вот впереди замаячила надежда. Сейчас у нас главная цель попасть в Питер. Нам за 10 лет дали такую возможность, что мы можем ее поставить на ножки. Мы долго ждали этого момента. Шли мы к этому. Где бы мы не ездили, нам все говорили нет. А это нам в оконцовке сказали да. Но чтобы нам попасть в Питер, нужны средства. Операций будет много, многофункциональные. Мы готовы попробовать, рискнуть, что получится. Надеемся, что только получится. Все, конечно, большую часть упирается в деньги. Семье, как могут, помогают жители микрорайона Копланово, где они проживают. Мир не без добрых людей, уверена Наталья. Женщина борется за счастье ребенка всеми силами. И надеется, что однажды Ангелина пойдет самостоятельно и станет здоровой. Мечтает, мечтает быть такой, как все. Растет, все буквально понимает. Но молодец, жалеет и меня. В том плане, что тяжело очень со второго этажа ее спустить, поднять. Уже лишний раз она не просится на улицу. Мы открываем окно, смотрим в окно. И все. А так, конечно, вот сколько у меня сил хватает. Два раза в день вынести. Летом доходило у нас до четырех, до пяти раз. Выходили, гуляли, все. А сейчас, конечно, силы тягнут. 1 января 2017 года маленькая Ангелина со своей мамой Натальей должны ехать в город Санкт-Петербург на лечение. Станет ли эта поездка возможной, зависит от каждого из нас. Посильная лепта неравнодушных людей способна изменить жизнь этой девочки и исполнить ее главное новогоднее желание – ходить. Средства можно перечислять на счет, который вы сейчас видите на экране. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей Армавира. А медиагрупп и Твои новости запускают традиционный проект «Осенние каникулы». Семь школьников в течение нескольких дней попробуют себя в качестве журналистов. Под руководством наставников они поработают на съемочной площадке, а после создадут материалы, которые выйдут в эфире программы Твои новости. Сейчас вашему вниманию так называемая проба пера третьей классницы Дианы Спиваковой. Девятилетняя учащаяся первой гимназии работала над сюжетом о всекубанском турнире по настольному теннису. Армавир на минувшей неделе стал центром проведения зональных соревнований всекубанского турнира по настольному теннису. В течение двух дней, четверг и пятницу, на базе спорткомплекса юбилейной за победу боролись несколько десятков школьников. Это у нас третий этап соревнований на кубок губернатора Краснодарского края. У нас тут съехались более 16 команд школ, школ и районов. Финальные соревнования, которые пройдут у нас в Краснодаре или в Славинске, я точно не знаю, выходят по четыре команды. Здесь у нас две группы, 2003-2004 год рождения и 2001-2002 год. Они уже победили у себя дома. Сейчас же на кону выход в финал, где сильнейшие срадятся за кубок губернатора края. Настрой боевой, волнение, конечно же, присутствует, но оно улетучивается, как только начинается игра, признаются участники. Я приехал на эти соревнования за победы, чтобы научиться играть лучше. Я приехал сюда, чтобы выиграть. Я занимаюсь теннисом более полугода. Думаю, что наша команда победит. Всекубанский турнир по настольному теннису на кубок губернатора проходит ежегодно. Его относят к числу наиболее массовых спортивных мероприятий. Так, например, в прошлом году участниками только двух первых этапов стали более 130 тысяч школьников. Диана Спивакова, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Каждую неделю в программе «Ланчбокс» на ХИТ-ФМ «Армавир» в рубрике «Стройный понедельник» с своими историями успеха делятся известные спортсмены, хореографы, фитнес-инструкторы и другие интересные личности. Готовы они поведать своим слушателям и секреты отличной фигуры. 31 октября героями рубрики «Стройный понедельник» стали призер чемпионата мира по самбо Эдуард Кургинян и его тренер Рудольф Бабаян. Они рассказали слушателям о спортивных победах и достижениях, а также о правильной мотивации в достижении целей. Слушайте рубрику «Стройный понедельник» в рамках программы «Ланчбокс» на ХИТ-ФМ «Армавир» и будьте всегда в хорошей форме. А вопросы, предложения и пожелания по-прежнему принимаются по телефону 30301 в прямом эфире с 13 до 14 часов. На этом у меня все. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии с новостями была Марина Юрченко. До скорой встречи. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Гюзела Классик». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова